К трагическому событию 80-летию начала Великой Отечественной войны наш город с пресс-туром посетили представители российских, белорусских и союзных СМИ, отдав дань памяти защитникам и бессмертным героям Отечества. 21 июня журналисты вместе с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым приняли участие в церемонии возложения цветов к вечному огню в Брестской крепости. В этот же день состоялась презентация книги «Подвиг советского народа бессмертен», на которой присутствовали белорусские и российские журналисты. Во главе стола Президиума презентации книги в этот день находились Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства, Владимир Перцов, министр информации Республики Беларусь, председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Уникальное памятное издание создано по инициативе Постоянного комитета Союзного государства. Книга увидела свет именно в преддверии грустной, но очень важной для обоих народов даты. В иллюстрированном издании более 200 страниц на обратной стороне обложки символично размещены известный плакат «Родина, мать зовет» и отрывок из песни «Священная война», написанный 23-24 июня 1941 года. В книге описаны новые подробности о подвиге советского народа. Также она посвящена новым экспозициям Брестской крепости героя и Музея Победы на Поклонной горе. Мы, конечно, хотим, чтобы книга пришла в тысячи школ, учебных заведений, колледжев, вузов, но чтобы она не легла на полки библиотек в этих зданиях. Чтобы она стала поводом для разговора молодых, в том числе с переносом тех момент и минут выбора, которые советский солдат проходил, поднимаясь в атаку, на то, как сегодня живет молодой человек. Готов ли он служить в армии, готов ли он быть порядочным, честным, надежным человеком, преодолевая искусы дня нынешнего, проявляя волю и, наверное, определенное мужество. Вот соотносимость того, как живу я сегодня, с тем, как побеждали, не трусили, не предавали миллионы советских солдат, мне кажется, одна из важнейших платформ порядочной жизни в 21 веке. Для тех, кому 15, 20, 35, для всех нас. Посетившие наш город журналисты в эти дни общались с ветеранами, знакомились с городом и углублялись в эту сложную для восприятия историю. Историю защиты Брестской крепости. Каждый из журналистов пропустил через себя услышанное и теперь совершенно точно. Каждый из них покинет это священное место с мыслями, ведь здесь есть над чем подумать. Мне очень хотелось с юных лет побывать здесь. Но то, что когда я здесь оказалась и когда нас провели по экскурсии, замечательный экскурсовод рассказал об этих первых часах и днях войны, это, конечно, неизгладимое впечатление. И я, откровенно говоря, когда мы час гуляли по обрезке крепости, я едва сдерживала слезы. Я даже украдкой их проливала, потому что это комок в горле, это, конечно, особенно тяжело слушать, что здесь были обычные люди. Безусловно, я испытываю трепет, представляю, как все это происходило, задумываясь о том, как бы себе я повел, оказавшись в тех условиях. Возникает очень много вопросов к самому себе, как бы я смог бы пережить это, как бы я вообще действовал. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.